Ах, черт, мы снова идем. И мотивирует, естественно, меня на создание этого контента. Так, давайте поговорим с девушкой, которая нас тут приветствует. Давайте поговорим. Доброе утро. Вы, наверное, Макс Коффел. Так точно. Поздравляю, что вам довелось поучаствовать в конкурсе. На выставке много впечатляющих работ. Ну, а ваше, это главное изюмин. Серьезно? Да, мы короли здесь. Так, что тут? Взглянуть. У галереи Зайка есть классная история в Африско. А, в смысле, в Сан-Франциско. Фриско, Сан-Франциско. Город в стиле диска. Только в Зайгейсс история фото понята. А тут что? Жаль, мне не хватит времени рассмотреть эти росписи. А, божечки, настенная живопись Гэбриэль Монарис. Прикольный цыпа. Очень крутой, очень крутой. Ящик для пожертвований. Взглянуть. Надо бы бросить сюда нехиленькую сумму. А, пожертвование. Сделайте подарок искусству. Все средства пойдут на развитие программ в области культуры. Спасибо, галерея Зейтгейст. Понял. Какое немецкое название. И, наверное, правильно, если оно немецкое, не Зейт, а Цейт. Вау. Статья Дэни Ли. Золотой путь репортера. Я оставил искусство в Сан-Франциско. Автор Дэниел Ли. Да, я родился в вагоне-ресторане без преувеличений. Это долгая, удивительная история, и без выпивки ее слушать невозможно. Мама подтвердит. Тем, должно быть, и объясняется моя чрезмерная любовь к заливу и его городкам. Полным художников и инакомыслящих личностей. Несмотря на безудержанную джентрификацию. Художники и творцы преуспевают, не обращая внимания на социально-экономическое давление. Так уж они устроены. Такие галереи, как Зейт, Гейст и Милкович, присоединились к различным сообществам и практикуют то, о чем другие только проповедовали. Продолжение на следующей странице. Окей. Значит, крутая галерея. А тут что у нас? Water Closet здесь закрыто. Понял. Брошюра. Взглянем. Все посмотрим. Интересно, каково это жить на подлодке? Наверное, людям с клаустрофобией туда вход воспрещен. Ну да, такое. С клаустрофобией нельзя. Охота за настоящим октябрем. Путешествие на субмарине Малокода. Узнай увлекательную историю самой старой субмарины морских сил США. Открытая ежедневно в верфи Кламоц. Окей. Революцию не станут показывать по телевизору. Остановите стартапы. Скольким еще магазинам и жителям придется переехать с насиженного места из-за всяких модных кафешек и дорогих ресторанов? Технократы, которые захватили этот город, должны усвоить урок «Присоединяйся к нам в эту субботу», чтобы положить начало концу. Место встречи будет объявлено позднее. Да, Сан-Франциско, он рядом с Кремниевой долиной. Там очень много всяких стартаперов, всяких... Ну, там, конечно, есть и конгломераты гигантские по типу Google, Facebook, Apple и прочее. Но есть и мелкие, которые... Такое, короче. Портят воздух. Ну, блин, сравнила маленький город в Орегоне и Сан-Франциско, нихуя себе. Познайте искусство и историю Шамбалы. Недельный курс лекции Чарльза Элика, 25 Миранда Стрит, Олкленд, электронная почта, такая-то, такая-то, понятная. Некоторым тайнам лучше оставаться неразгаданными. Поездки в Калтике представляет. Тайны островов Тихого океана, трехчасовая экскурсия по побережью бухты, посещение античных гробниц и ритуальных капищ. Исследуйте местные предания... Исследование местных преданий и легенд. Судя по всему, ежедневно с 7 утра до 7 вечера сайт... Калтикитурс.орг Понято. А то, что за брошюра? Твою мать! Эта листовка сделана как раз для Хлои. Сто процентов. Интересно, готова ли я для Мошпита? Ты нет. Вот честно тебе говорю, ты вообще не готова. Вечеринка накануне Хэллоуина, кости и черепа, пугающее искусство, чернильные портреты, ужасающие группы, полуночный бурлеск, конфеты или жизнь. Туза до рассвета, строго 18+, среда 30 октября, склад Тендер Луин. Для Мошпита ты вообще не готова. Что бы мне надеть? Праздник друидов Самай на время 31 октября с 23 до хрен пойми скольки. Место парк Золотые Ворота. Приобрести билеты можно в кассе Дворца Язычества Найджела на углу 35 и Книл Стрит Сан-Франциско. Прикольные, прикольные, прикольные брошюры. Прям очень, очень даже такая, это что такое, кто такой тут? Обалдеть. Да, Уоррен точно бы не отказался пообезьяничать на этом шоу. История фильмов антиутопий. Хранитель культуры Хтиан Давин представит живой фильм и выступит с лекцией о том, как индустриальный пессимистический взгляд привел к рождению антиутопичного кино от Метрополиса до Планеты Обезьян, до Бегущего по лезвию, до Голодных игр. Другое кино, галерея Мишин. Суббота, 26 октября, 20.30, стоимость хода 6.66. Кстати, недорого для такой, ну, познавательной экскурсии. Так, давайте глянем список официальных победителей конкурса Герои Дня. Где мы? Так, Макс, Макс Колфилд, вон, вижу, слева, пятая, сверху. А вот я вместе с другими победителями. Да, да, именно так. Хотел лучше сказать художниками. У какая? Так, ты кто такой, с тобой говорить нельзя. Что значит быть героем? Вам интересно, что значит быть героем? Мне интересно. Галерея Зейдгейст гордится тем, что является участником национального конкурса Герои Дня 2013. Выставка работ будущих звезд фотографий. Победители, выбранные престижными преподавателями школ искусств и национальными программами, раскрывают в себе творческие навыки и их искреннее осознание, которые подчеркивают случайный героизм тех, кто, возможно, никогда не появится в новостях или реалити-шоу. За непризнанные дела для общества и не только. Чествование каждого молодого художника и его работ важны так же, как то, что они делают для наших, слишком часто невидимых героев дня. Неплохо. Так, сюда ничего нельзя. Сейчас. Я слышал, что Марк Джефферсон должен был быть здесь. Больше не будет. Это был шок. К тому же у меня есть одна из его монографий. Работа не в моем вкусе, но неон смотрится отлично. Да прикольный неон. Вот мне неон нравится. Внимание, пафос. Какой пафос? Кто? Где пафос? Пафос. Ты пафос? А ну давай поговорим с тобой. Вы Макс Колфилд. Поздравляю вас с победой. Спасибо. Я критик искусства из журнала Iris In. И мы бы хотели написать о вас в статье про будущих законодателей мод. Серьез? Давай пиши. Я передам вам подробности на этой неделе, если вы согласны. И снова поздравляю вас. Спасибо. Еще что-то скажешь? Вы Макс Колфилд. Да. Поздравляю вас с победой. Я критик искусства из журнала. Я как акула вокруг тебя буду ходить, пока ты не напишешь. А ну пиши быстрее. Я передам вам подробности на этой неделе, если вы согласны. Рыжая сучка аж напряглась. Аж напряглась, когда про нас начал говорить. У какая? А ну отошла, про меня писать будут, не про тебя. Так, тут ничего интересного. Там за углом. Там за углом. Идемте посмотрим. Гостевая книга. Так приятно читать все эти комментарии. Даже негативные. Даже негативные. И я сквозь тернии к звездам. Ну давайте. Какие разомыте очертания. О, сосисочек. Вы снимали фотоаппаратом среднего формата, используя 35-миллиметровый объектив атлейки. Вы сразу можете понять все. Да ладно. Какого, какого формата? Это так интересно найти. Особенно тебе пухаю вообще. Это так интересно. В рот ему. Давай, расскажи. Ага. Давай. Рассказывай, рассказывай. Такой псевдоученый. Да. Да. Да, да. Одноразовый. Да, да. Среднеформатная. С объективом лейка, блядь. Сука, меня так бесят такие псевдоэстеты, которые приходят в, блядь, музеи. И особенно вот с современным искусством. Ну вот представьте, что это вот не нормальная фотография или рисунок или живопись. А вот какая-то мазня, хуйня. Они приходят. Бля. Да, я вижу. Тут раскрывается душа художника. Он... Мне кажется, что моя фотография в той же самой комнате, что и все эти великолепные работы. Макс, не перебивай, пожалуйста. Сейчас важный, важный монолог. И такой, типа, бля, я вижу, как художник страдал. Он, скорее всего, думал о папоротниках, которые растут, блядь, в южной части Индии. Потом, накурившись Ганжубаса, он взял, нарисовал это своей правой ногой. И это, блядь, великолепно. Это, сука, искусство максимально. Нет, к этому рисунку, фотографии в данном случае никаких проблем нет. Ну вот, это вот такие же, сука, псевдоэстеты. Чё, на средний формат, ну, с пиздатым объективом от Лейки. Одноразовая камера Лейки. Пиздун хуев, ненавижу таких людей. Блядь, нихуя не шарит, а выёбывается. Так, тут что, статуи, взглянуть? Ну, какая? Хе-хе-хе, прикольная. В смысле, глупости, прикольные статуи. Хотелось бы иметь одну такую на полке. В будущем. А чё ты говоришь, что это глупость тогда? Мне нравится. Подумать только, сколько времени нужно, чтобы сделать одну скульптуру. Всем по-разному. Некоторые могут за час такое нахуярить, а некоторым нужно нахуй год. Ты никогда не угадаешь. Ну, прикольно, прикольно, прикольно. Забавно, концептуальненько, скажем так. Тут что, можно глянуть? Люди, жилые, судя по всему, гуляют. Посмотреть нельзя. Тетя, женщина. Давайте глянем, что здесь. Так, тут играет какой-то человек, просит подаяния, играя на гитаре. Тут кто-то рисует стрит-арт на улице, тут полицейские, девчонки. Здесь человек с собакой идёт в снег. Мама утешает ребёнка. И вы возлюбленная пара. Женщина, здравствуйте. Давайте поговорим. Извините, а вы не из Академии Блэкфорд? Я хотела там учиться, но меня не взяли. Жаль. Говорят, там такая классная программа. Охуенно, очень интересно. Просто заебись. Особенно фотограф главный, главный, блядь, экспонат этой школы. Что ты там ещё? Продолжаешь пиздеть, оно? А, не, всё, перестал. Петуч. Лишь бы попиздеть. Да, мне действительно не понять искусство. Но, должен признать, это самая лучшая выставка Герой дня со времён основания. Всё работает столь злободневно. Браво. Ну окей. Хотя бы не выёбывается. Тут что у нас... Полагаю, каждая собака сейчас фотограф. Слышь? Нахуй пошла? Каждая собака. Что тебе тут не понравилось? Хорошие фотографии. Творина. Прекрасно, мне нравятся отголоски Рейдера. Нет. Вот, это сильная работа. Я каждый раз вдохновляюсь, когда прихожу сюда. Работа пожарных в экстренных ситуациях, это сильная коня. Эй, мне нравится ваш снимок. Я просто хотела передать поздравления. И надеюсь, вы получили намного больше внимания. Спасибо, спасибо. Блин, ну есть прям хорошие работы, есть средненькие. Ну, по моему личному мнению. Как будто я снова вернулся в школу. Мужчина. Мужчина? Мужчина, поговорим? Обычно такие конкурсы, они вгоняют меня в сон. Но мне нравится, что тема этой выставки конкретные события, а не какие-то абстракции. Зайдгейст в этом году представляет немало классных работ. С немецкого дух времени Зайдгейст. Окей, давайте справа налево обходить, чтобы ничего не проебать. Так, ты что хочешь нам рассказать? Прошу прощения, вы Макс Колфилд? Она самая. Ом, да. Это я. Извините за беспокойство, меня зовут Дэнни Ли, я из газеты. Я готовлю статью о выставке, и ваша работа мне очень приглянулась. Хорошо пиши. Я понимаю, что в целом жанр ироничного селфи изжил себя, но в вашей работе есть что-то неподвластное времени. Поэтому мне бы хотелось взять у вас интервью, если это возможно. Ага, вот моя визитка. Спасибо, спасибо, брата. Очень рад был пообщаться, Макс. Такой он, судорожный, судорожный молодой человек. Так, тут у нас что? Окей. Окей. О, здорово. На Викторию похоже. Простите, я просто хотела сказать, что мне очень нравятся ваши фотографии. Я сегодня видела много работ, но в ваше есть что-то яркое и отзывчивое. Не могу дождаться вашей выставки. Спасибо, спасибо. Полиция. Охо-хо. Где наша работа? Наша работа где? А, вот и наша. По центру. Дьявольская. А вот и она пришла спасать положение. Привет. Это с кем она поздоровалась-то? Ты сделала это, Макс. Ты настоящий художник. По крайней мере, сегодня. А как ты себя так сфоткала? А, поставила на штатив, скорее всего. Кровь, 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 блядь. А мне остальные фотки не будут смотреть. Чё за нах? Эй, вы в порядке? Мы вас на секунду потеряли. Чё за хуйня? Блядь, мне не дадут фотки досмотреть. Я-то не знал, что нужно вначале всё обойти. Ах, ты забыла включить звук, адиотка. Шесть пропущенных вызовов. Ну же, прошу ответить. Твою мать, Макс, твоё видение. Эту, эту правду торопят не будет. Ебаный в рот. Что? Нет. Хлоя, где ты? Мне пиздец, как страшно. Я в пляже. Ой, слышишь меня? Алло! Алло! Ебаный в рот. Чё происходит? Чё, телефон сел? Боже мой! Торнета оказался правдой. Ни хера я не исправила! А как ты можешь... О, я в рот. Аркадий Бэй будет разрушен. Ебаный в рот, ебаный в рот, ебаный в рот. Чё делать? Должен же быть способ это остановить. Должен. Типа вернуться по той фотке? Ректор Уэллс. Блядь. Там Аркадий Бэй, пиздая. Ректор Уэллс, вы пока тут икру жрёте, вашу школу торнадо сносит. По кусочкам, по кирпичикам. Вам норм? Ни за что, блядь. Хлоя не может снова умереть. Я должна ей спасти. И сколько они платят за арену помещения? Блядь, не смог посмотреть нормально другие фотки. Вот мопсик классный. Интересно, смогу ли я купить фотографии героя у меня? А, опять фокусироваться. Понял. Окей, где, 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 где. Прошу прощения, я хотел бы задать пару вопросов по вашей работе. Извините, но... Не отвлекай. Сейчас, я резкость настраиваю. Тихо, 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 тихо. Что за хуйня? Не могу сфокусироваться? Да, блядь. Расскажите, какую камеру... На полароид, блядь. Поговорим позже. Спасибо. У меня буквально нет времени, чтобы отвлекаться на всех. Ну, ну, резкость лови. Окей. Хух, блядь. Да, говорил, на штативе это было сделано. Фотка. С отложенным таймером. По-моему, какой-то пиздец. Что я делаю со временем? Что-то его нарушила, мать. В край. Куда нам бежать? Взглянуть, ебать. Мне просто нужно сделать одну небольшую поправку, чтобы не оказаться в Сан-Франциско. Небольшую. Вот такую? А, и тогда мы не поедем и сможем попробовать повлиять на торнадо. Но, Хлоя, важнее. Блядь. Ну и да, мы не победитель. Никуда мы не едем. В смысле, мы опять оказались у Джефферсона? Что-то хуйня. А это какая реальность? Да, еб твою мать. Боже, нет. Я снова здесь? Мне ведь казалось, что я все исправила. Еб твою мать. Что? Шеферсон должен быть в тюрьме, а не здесь. Господи. Мы как будто снова на моем уроке. Ты все еще витаешь в облаках. Было бы забавно сейчас сделать твое фирменное селфи. Мудак, тварь. Мы хотели бы увидеть разницу между старым, Макс, и новым. Проехали. Ответь на мой вопрос, пожалуйста. Какой? Выкуси, говна, и сдохни. Сожри дерьмо и сдохни. Хороший ответ. Хороший. Эй. У тебя кровь из носа пошла. Наверное, дал тебе слишком большую дозу. Прошу прощения, Макс. Но, учитывая, что ты все равно умрешь, кровь из носа — это мелочь. Можно как-то из них игрались по-другому. Это расширение, будто затвор. Ты словно фотографируешь меня. Как жаль, что свой дар ты просрала. Ты могла бы выиграть конкурс, но ты уничтожила свою прекрасную фотографию. Как глупо. Прости. Я сжег все твои вещички. Немного увлекся. Блядь. Он сжег мою вещь. Сучий ты потрох. Господь, почему я еще здесь? Особенно после того, как ты превратилась из Ботана в героя за неделю. С тобой творится нечто странное. А там торнадо, блядь, на улице. Ого. Видела, что творится снаружи? Нет, пока не видела. Выпусти и посмотрю. Как я и сказал. Нечто странное. А вот и страх в глазах. Я что-то страха не вижу. О, Макс. Работать с тобой на последних фотосессиях было честью тебя. Последних? Надеюсь, фотографии найдут свое признание за их истинное содержание. В смысле, последних их? Много было фотосессий этих? Нечто невинности. По крайней мере, это последняя лекция, которую ты от меня услышишь. А вот мне уже твои лекции неинтересны. Никакой больше крови из носа. Нистер Чиверсон, прошу, не делайте этого. Вы не понимаете. Тихо. Тихо, Макс. ты ж сучий ебучий тихо 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 не надо не надо не надо больше этой самой хуйни в меня колоть колоть меня хуйни не надо я тебя блять заколю всего я сука ёж ногу его пизда не блять чтобы он на эту иголку упал ногу его ёбни как-нибудь попробуй ногой 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 обещаю последнюю дозу даже не почувствуешь и что блять лиц этой треногой ебаный дэвид мэсон блять дэвид давай сухой дэвид господи я его предупрежу почему-то сразу не сказала я обещаю тебе никакой больше крови из нас можете исполнить мои последние желание ты меня уговорила макс как я могу отказать такой мордашке давай какое стакан воды можете включить выключить свет сфотографируйте меня можете включить музыку нет тогда и не будет слышно а хотя да нормально музыку музыку может он не услышит что зашел дэвид ты осталась мечтательницей до конца макс отличная черта характера хе-хе-хе-хе чё петух щас тебя ёбнут щас тебя ёбнут петух дэвид 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 стоять что и чё не Glenn о не музыку нужно что-то более длительного я обещаю тебя я думал но он не услышал он не услышал как зашел у дэвид меня уговорила макс как я могу отказать такой марта чтобы он не шел к нам со шприцом стакан воды извините у меня в горле пересохла пожалуйста мне воды но разумеется не хочу причинить на по имени она по имени без шприцов чтобы не было чем угрожать блять у него вода рядом была сука и я думал он пойдет в ту комнату за ней вот мудак обещаю последнюю дозу даже не почувствуешь короче не там опять со шприцом к нам подкрался тварь обещаю тебе блять ей плохо уже и уже плохо ты меня уговорила макс как я могу отказать такой свет что ли выключить но это ж пиздосей давай сфотографируй меня можете меня сфотографировать последний раз я хочу быть вашей лучшей моделью мне даже не верится но ты наконец чему-то научилась пока ты сейчас будешь настраивать фотик фоткать блять 25 кадров делать тебя ебанут все один раз там журнал а почему у нас то фотка ну ладно блять дэвид мэдсон иди быстрее пожалуйста обещаю последнюю дозу даже не почувствуешь крикнуть предупредить дэвид берегись как как ты узнала уверен все кончено он бывший военный так то я не остановить ёбаный все кончено теперь меня не остановить сука не остановить еще да блять я не успеваю среагировать теперь меня не оставить да блять бутылку кинуть него что меня не остановить да ёб твою мать дай мне отмотать нормально тварь что тут есть все кончено теперь меня не остановить что-то еще есть все кончено а хорош только то есть только так все чтобы мы ему не говорили он по-любому умирал только так могу спасти в порядке дэвид спасибо двигаться можешь я знал что в принципе нормальный всегда это говорила ремень это ты меня сюда привела сперва оформим этого выродка да наручники его нахуй о хорош он никуда не левый джев проснется он будет гнить в тюрьме вечно а может еще хуже мистер джеферсон теперь ваш черед потеснятым в момент отчаяния фоточку сделаешь блять я думал фоточку сделает вот с фотками то что он сжег это пиздец мы возвращаться теперь не можем хотя не знаю если это хорошо или плохо ключи погнали погнали детка поехали к уоррену да он же оставил себе фотку да тварь он ебаная дэвид спасибо дэвид ты в порядке ужасное место словно в аду джеферсон собирался убить меня ты пришел сюда очень вовремя я рад я всегда знал что сукин сын нечист а я поняла слишком поздно а я поняла это слишком поздно и как ты могла подозревать своего учителя он не был настоящим учителем ему просто хотелось читать лекции это была часть его больного плана я не удивился когда ты сказала что наид накачал кейт наркотиками я и его подозревал да макс я херово относился кейт она хороший человек а я нет был бы шанс доказать обратное все будет я тоже я тоже я думаю это ее было очень обрадовало я проворонил момент когда можно было остановить Нейтана я знал что прескот опасен Джефферсон уже это сделал у них были какие-то странные отношения как у отца с сыном но Нейтан убил Рэйчел и Джефферсон просто стал использовать его этот урод проворачивал все свое дерьмо у меня на глазах я бы мог остановить его и мелкого прескота если если бы просто разул глаза нет я говорила ректору что у Нейтана был пистолет которым он чуть не воспользовался но он мне не поверил не надо было это оставлять мы все совершаем то о чем жалеем но я признаюсь что я горжусь тобой и Хлоей и ваше расследование у меня была гора техники а у вас интуиция этому Хлоя у тебя научилась скажем под бодрином этому Хлоя научилась у тебя и единственное чему она научилась это ненавидеть меня не правда вы вначале не особо ладили понимаю что вам было нелегко оправдывать свое поведение даже не буду пытаться я лишь пытался быть хорошим солдатом но у меня ничего не вышло я и хорошим отцом хотел быть тоже но ты пытался Джульс выпнула меня и я остался ни с чем извини братан прости меня я искренне извиняюсь за это я не хотела чтоб так вышло не следовало мне устанавливать видеокамеры ну или хранить документы камеры скорее я скажу Джульс что ошибалась насчет тебя она очень тебя любила это трудно не заметить не хочется использовать армию как отговорку но все таки трудно возвращаться домой что там громче стал резко большинство не знает об этом ну или плевать но Джульс не такая она дала мне надежду на новую жизнь и ты спас мою Хлоя она она бы тобой гордилась я лишь хочу защитить Хлоя с матерью я пообещал Джульс что буду ходить к семейному консультанту красава начну с извинений перед Хлоей отцом она меня называть не начнет но может перестанет называть муда отчимом кстати где Хлоя бля тебе говорить надо рассказать правду врать нехорошо да Дэвид Хлоя она она умерла невозможно быть не может боже нет только не Хлоя Макс а ты точно уверена ты ведь да я я видела ее я видела как Джейсон убил ее на свалке этой ночью прошлой ночью это когда я жалел себя в номере отеля я обещал Джойс что буду защищать их с Хлоей как я теперь буду смотреть ей в глаза объясняя что я ведь даже не сказал Хлое что что черт возьми так только глупости не делай пистолет не надо вытаскивать и к виску приставлять ты убил ребенка моей жены мерзотный уебок ты отнял у меня по очередцу ты 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 нет это надо надо отмотать для этого же посадят не надо не надо что дэвида сажали ты убил его безоружного и тогда тебя посадят я тратил время на это расследование пока хоть на другой стороны если мы на фотку сфокусируемся мы вернемся нет макс тебе следует выйти за дверь ты достаточно насмотрелась в этой комнате он сейчас суицидница не надо блять дэвид можно отмотать пожалуйста что-то сделать блять дэвид не надо успокойся успокойся нервы при себе держи все хорошо дыши глубже ты хороший человек ты старался я могу отмотать это не надо вот так его еще и если он тебя не убьет его посадит тогда мы что весь диалог отмотаем я не буду скипать не буду скипать пусть еще раз проиграем этот диалог хочу посмотреть на все эмоции опять заново может что-то другой выберем подозревать своего учителя он не был настоящим учителем ему просто хотелось читать это была часть его больного плана я не удивился когда ты сказала что наид накачал кейт наркотиками я и его подозревал да макс я херово относился кейт она хороший человек а я нет был бы шанс доказать обратное давайте над кейт издевались скажем кейт вынудили подняться на ту крышу но в первую очередь виноваты джефферсон и нейтан я проворонил момент когда можно было остановить нейтана я знал что прескот опасен джефферсон уже это сделал у них были какие-то странные отношения как у отца с сыном на этом убил рейчел и джефферсон просто стал использовать его этот урод проворачивал все свое дерьмо у меня на глазах я бы мог остановить его и мелкого прескота если если бы просто разул глаза нет я говорила ректору что у нейтана был пистолет которым он чуть не воспользовался но он мне не поверил не надо было это оставлять мы все совершаем то о чем жалеем но я признаюсь что я горжусь тобой и хлорей и ваше расследование у меня было гора техники а у вас интуиция давай из нас вышла отличная команда скажем это один из моих минусов я плохо работаю в команде никогда не умел даже в армии не представляю через что тебе пришлось пройти оправдывать свое поведение даже не буду пытаться я лишь пытался быть хорошим солдатом но у меня ничего не вышло я и хорошим отцом хотел быть тоже но джойс выпнула меня и я остался ни с чем прости меня тут также оставим также оставим не следовало мне устанавливать видеокамеры ну или хранить документы я скажу джойс что ошибалась насчет тебя она очень тебя любит это трудно не заметить не хочется использовать армию как отговорку но все-таки трудно возвращаться домой после войны большинство не знают об этом ну или плевать но джойс не такая она дала мне надежду на новую жизнь почему ты так говоришь она бы с матерью как будто и уже нет сейчас мы мы ему соврем лучше но я даже называл при флэй отцом она меня называть не начнет но может перестанет называть мудоотчимом кстати где хлоя но я уже видел что будет сказать правду давайте вот так лучше слава богу впервые я рад что хлоя долбит мне нужно выйти на улицу подышать и еще позвонить конечно иди макс ты стойкий солдат я рад что ты их лучшие подруги спасибо дэвид теперь ступай ты достаточно насмотрелась окей ты хотя бы не убиваешь его и не сидишь в горечи и печали с пистолетом посмотрим какими-то уликами этот компьютер сто процентов ожерелье это ее ожерелье в последний раз у там он читать начал ступа садят сто процентов 100 прошу за флайер ты больше не попадешь сто процентов мудачина хоть куда попадешь в тюрьму попадешь в карцер строгого режима тебя там будут ебать очень опасные здоровые дядьки за то чем за то чем ты тут занимался что покидаем проявочную и на кат-сцену посмотрим все таки чудо как тут там что-то жуткая свобода сейчас сеть еще ловить не будет отдай не менее надо ехать надо хлою спасать погнали 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 давай 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 заводи и видит огонь и бать там жутко на самом деле погодка пизду сей льет как из ведра и и все дела у вас одно новое сообщение сообщение получено вчера в девять четвертых макс это на этом я просто хотел я не хотел навредить он пытался предупредить нас не такой уж он и мудак оказался в конец концов а на этом мы остановимся пожалуй я благодарю вас за то что посмотрели эту серию подписывайтесь на канал также подписывайтесь на телеграм-канал ссылка на который будет в описании под роликом ставьте лайки комментируйте до встречи в следующей серии прохождение лайфы и стрейндж и в других играх 倒 ну и Продолжение следует...